так друзья ну что нижний ряд армирования у нас в принципе готов снизу все раскреплено все стоит все на своих местах то есть вот так это получилось то есть все проварили дополнительное усиление все готово то есть эта часть которая держит опалубку она у нас раскреплена каркасы стоят вот начинаю верхнюю часть армирования начинаем вязкую верхнюю часть армирования как получается молодец загораешь да крутяк приятное с полезным сейчас пойдешь в речку искупаешься да вот речка рядом солнце жарит поработали по загорали покупались в речке что еще надо решили попробовать набрать бассейн и вот тут видно какая вода во что она превращается насколько она рыжая поэтому будет емкость фильтра короче нужно будет бороться с этой ржавчиной покупаться пойдет половина бассейна у нас есть возможность набрать а дальше он просто начинает там разливаться по трещинам вот речка уже нагрелась в речке можно искупаться ты потихонечку с перифурами а Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот, друзья, монтируем вторую часть армирования, вторую часть армирования плиты. То есть, как это происходит? То есть, если обрати внимание, делаем мы это в таком шахматном порядке. То есть, делаем это вот в таком шахматном порядке. То есть, у нас одна часть арматуры заканчивается вот здесь. Следующая, то есть, вот она закончилась. А вторая, следующая, точнее, арматура, она у нас уходит на тот край, вяжется. И вот так вот, в шахматном порядке. Вот, через одно. Для распределения нагрузки. Вот, а потом будем еще добавлять. Что, не тяжело? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ласа! Все, надо заканчивать. Дождь не дал поработать. Как там говорят? Погоды нет. У природы нет плохой погоды. У природы нет плохой погоды. А у нас? А у нас? А мы же кураши. Так, ну, вот так вот. Первый ряд у нас армирования готов. Приступаем ко второму. Вот, арматуры не хватило. Сейчас сколько есть, довяжу. Ну и все. Ждем. Новую партию арматуры. Вот так вот у нас получился второй ряд армирования. Ну, второй ряд, как сказать, верхняя часть. Первый ряд верхней части армирования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так, ну что, арматуру нам привезли. Можем продолжать. В прошлый раз арматура кончилась. Вот почти две недели простоя получилось. Так вот мы ее растащили уже. Подготовили подвязку. Арматуру решил тут взять все 12-е. Начинаем вязать верхнюю часть армирования плиты. Процесс это получился не таким уж и быстрым, как этого хотелось. В тот момент, как раз, самый такой пик, когда у нас ушла стройка. То есть, ну, арматура была заказана заранее. Мы еще попали в какие-то там старые цены. Пока начался, соответственно, то есть, обвязка данной плиты тоже получилось не очень быстро. Затянулась немного. Ну, первый опыт и работал я один. В это время у нас ценники взлетели на металл. Арматуры, конечно, не хватило. То есть, соответственно, рассчиталось равно неправильно. И нужна была еще хотя бы тонна-две. Вот. Но для того, чтобы заказать, то есть, цены просто в два раза арматура подорожала. Пришлось подождать немного. Поэтому вообще все армирование затянулось. И плита, высота плиты получилась чуть больше, чем надо. Вот, кто-то работает. Кто-то играет в футбол. Так вот. Пришлось ждать арматуру какое-то время. Как арматура приехала арматуру, сверху решил заказать 12-ю. Вот. Ну и процесс уже пошел. Получалось работать только иногда там по вечерам. Либо в какие-то выходные. Объем арматуры, ну, объем вязки получился большой. Вязал ее, старался по технологии. Одну через одну. И получился так, что сама плита она 9х12. Вот. И арматура, и когда, ну, арматура, между собой хлысты 6-метровые связывались. И по краям, по краям. Оставались по полметра, по два, там, по метру, грубо говоря, такие участки. Которые приходилось потом подрезать и подвязать вот таким вот образом. Пролоку использовал потолще. И вязка шла, как бы, не скажу, что совсем про быстро. Ну, я думаю, во втором, во второй стройке, да, если что-то еще строить, это будет, конечно, соответственно, все быстрее. Я испробовал разные варианты, чтобы ускорить работу, ничего не получается. Если вязать по технологии, процесс не такой уж и быстрый. Поэтому, ну, полу-лета просто пришлось привести настройки. Потому что это приходилось, если бы был помощник, да, то есть, потому что приходилось таскать, пилить, перемещать. То есть, а плита, как бы, ну, не маленькая, то есть, именно расстояние вот эти вот. Вроде смотришь маленькая, когда начинаешь работу производить, то, соответственно, там, прям, нормально, так приходится потаскать. Ну, это наш контроль. Контроль на своем месте. Без контроля никак. И вот так вот, таким вот образом, по вечерам, по выходным, были какие-то моменты, и что проволока уже просто снилось. Ну, ничего. Вот, кстати, вот здесь вот видно, вот как раз приходилось подрезать и подгонять вот такие вот концы, то есть, арматуры, то есть, по краю, по краю, полностью по краю плиты пришлось довязать такие вот участки арматуры. И это тоже, как бы, время. Здесь уже не так удобно, как хотелось бы. Приходилось, точно шаг был там 200, где-то 250. Приходилось шагать, ходить. Вот тут я уже пробую, вот, разные варианты вязки. Но вязка крючком, она самая такая, нормальная, самая удобная. Есть, конечно, там, электроинструмент специальный для таких работ. но он стоит денег и брать его на раз смысла нет. Ну, ничего. По факту, недели 2-3, наверное, я потратил на вязку вот этого верхнего ряда. выполнил такое символическое усиление углов. Без этого никак. Просто еще, как бы, ну, были углы там, со старой запасов, грубо говоря, то есть, со старых заготовок. То есть, я их нашел. Вот. И сделал такое дополнительное усиление углов. Вот у нас готов уже каркас. Армирование готово. Осталось немножко там укрепить опалубку. И надо выбить плоскость. Так как у нас ленточный фундамент, он все равно немного гуляет. Там углы разные. То есть, я их особо не выбивал. Но для подушки, для фундамента, грубо говоря, мне нужна ровная плоскость. Вот. Я думал, гадал. Как лучше выбить, ну, выбить эту плоскость. Вызвать там нивелир. Там ребят, которые с нивелиром приезжают, там, выбивают эту плоскость. Либо с каким-то обычным лазерным уровнем, либо с уровнем. Вот. И тут ездил как-то что-то по магазинам, там, брал какие-то строительные материалы, увидел такой недорогой именно лазерный нивелир. Очень простая штука. Бьет 30 метров. Вот с помощью ее сейчас я выбиваю плоскость. И у меня уже показывает, показывает, что подушка, она немного стоит вот под таким углом. То есть, один угол задрот, один опущен. То есть, придется там немного наращивать. Как это сейчас будет происходить, я покажу. Очень простой. Цена вопроса этого нивелира в районе 4 тысяч рублей. Название у него такое интересное. Я сейчас покажу его. Бьет 30 метров. Ребята, реально, вот у меня подушка тут 12 на 12, грубо говоря, где-то. Я его вот по центру выставил. Я лазер просто вижу. Ну, у меня очки, хотя, ну, солнце светило. Но я вот отсюда стою, разговариваю, и отсюда вижу лазер. То есть, мы сейчас пройдем, посмотрим. То есть, сейчас отбиваем уровень, ставим такие, как бы, маячки. И готово. То есть, я думаю, мы за один вечер сейчас управимся. А как это будет происходить, мы сейчас посмотрим в данном ролике.